Буквально сейчас, на начало вебинара, я почему сразу не подключился, Рамин Шамильевич мне записал сообщение, на следующей неделе будет вебинар, как я понял, для администраторов во главе с ним, как раз таки обсуждение вот этой панели админки, прав администраторов школьных, то есть именно на этом уровне, и вот как раз таки вот эти вопросы накапливаем, и я уже давно тоже задавал Рамину Шамильевичу, потому что, ну, в общем так, дети в школе знают инструкции, которые я создавал, и детям отправлял, учителям и родителям, я в них проговаривал, что администратор школьный, в частности, я, вы, Максим Вячеславович, мы можем по общей базе пользователей, даже каким бы он там усиком, кисиком, мусиком не назвался, мы в любом случае его найдем, отследим, и если он это делает для того, чтобы нашкодить, скажем так, то мы его найдем, да, и там уже будет беседа с родителями. Пока такого запрета нет, я сам тоже за, чтобы этот запрет поставить, потому что система, в общем-то, не для поигрушек, да, система для образования именно, серьезного образования, для самообучения, саморазвития, если там в случае больничного карантина, актировок, как у нас сейчас, вторую неделю, вот даже сын дома вторую неделю находится на дистанте, на актировках, это уже не пандемия, это уже не ковид, это актировки, на самом деле, 40, 35, 33, то есть, четвертые классы до пятых классов, у нас вторую неделю люди обучаются дома, и в этом, опять же, помощь, конечно, МЭО очень большая, 90% сейчас захвата нашей школы в таких случаях идет именно через МЭО, а это 2800 учеников в нашей школе. Отлично. Коллеги, следующая плоскость вопросов, которую мне хотелось бы с вами обсудить, и опять же, я задаю вопрос Максиму Вячеславовичу в прямом эфире, так как вот он только-только с этими проблемами столкнулся, у него еще свежа боль решения этих проблем. Следующая у нас с вами проблема – это дети, да, вот дети, мы все с вами говорим, что это дети-гаджеты, что они там любят у нас с вами смотреть, наблюдать, использовать гаджеты в своем арсенале. Во-первых, первый вопрос, есть ли у вас такие дети, которые не любят гаджеты? Конечно, мне кажется, они везде есть, это, ну, даже просто статистически такого не может не быть, чтобы таких детей не было, на мой взгляд. Конечно, есть, всячески они, ну, протестуют, заходят с другой стороны, ну, пытаемся к ним подход найти. Если у меня такой ребенок на приемной информатике попадается, у меня такое есть, и столкнулись мы, в частности, с этим тогда, когда перешли на дистант, да, вот, когда у нас началась вот эта вся пандемия, соответственно, часть детей совершенно спокойно подключалась, видно было их по видео, выполняли задания, а часть детей не было видно вообще никак. Ну, они же должны в образовательном процессе находиться, приходилось созваниваться, выяснять, что случилось. Ну, и там начинается, ноутбук у меня не работает, планшет у меня нет, там, выдаем, значит, из школы это устройство, да, ну, ноутбук, допустим, выписываем, формируем, все равно не выходит, значит, там, интернет что-то у меня не работает, ну, и так далее, различные вопросы. Находим, пытаемся, по крайней мере, находить другой подход, приглашали таких индивидуально учащихся в школу, чтобы они, ну, со школьных устройств работали, как-то взаимодействовали, выполняли все задания. Ну, и здесь, я думаю, ситуация все равно будет повторяться частично, что не могу подключиться, не могу зайти там, не могу задания найти. Ну, как раз для этого, например, я 11 классу своему и показывал, сначала все на доске, вместе с ними зашли, все разобрали. Мне кажется, здесь в первую очередь нужно обучать, показывать, что здесь ничего сложного нет, бояться не нужно, обязательно взаимодействовать с родителями, потому что они, ну, тоже находятся с детьми, многие, да, тоже все это видят, помогают. Родители вообще в шоковой ситуации у нас с вами находятся, я как мама абсолютно цифрового ребенка, ну, Олег Геннадьевич, знаешь, что у меня ребенок закончил в прошлом году школу, и мы закончили с ним полностью дистант, тогда еще не было никакой пандемии, мы, я его отдала в школу БИД, которая работает на платформе мобильного и электронного образования, и я, человек, который работает в СМИО, испытывала некий дискомфорт. Вот здесь хочется обратить внимание на тот рецепт, который Олег Геннадьевич нам с вами выдал, записывайте ролик. Запишите короткие видеоролики, коллеги, сами для себя, для своих коллег, для своих учеников, а, возможно, даже в качестве домашнего задания 11 классом задать, пусть и не на своем собственном фленге, озвучат то, как туда войти, потому что мы с вами говорим определенными словами, мы с вами динозавры, давайте с этим сознаемся, мы с вами жили в то время, когда динозавры еще ходили по улицам, и поэтому мы с вами не умеем писать инструкции, пусть они сами напишут инструкции, сами для себя, и это еще и можно все в ТикТок залить, и еще это можно все еще и обыграть, и это будет просто здорово, вот такие домашние задания, которые, между прочим, есть в мобильном и электронном образовании. Ну, отлично, мы с вами обговорили следующую проблему, да, теперь давайте обговорим родителей. Вот дети, да, у нас был талантливый такой ребенок, восьмиклассник в городе Пензи, честно вам скажу, он взломал мобильное и электронное образование, но как только мы выяснили, что это сделал ученик восьмого класса, Александр Михайлович Кондаков тут же его пригласил после одиннадцатого класса, будешь поступать в высшее учебное заведение, и в параллель будешь у нас работать в IT-отделе, мы тебя приглашаем на работу. Конечно, не стоит об этом рассказывать детям, у нас только нет рабочих вакантных мест, но с детьми можно договориться, они еще у нас с вами каким-то образом мотивируются, к этим ко всем детям можно обыграть и так далее, и так далее. А теперь у нас с вами остается родительское собрание, вот вы уже провели родительское собрание, да, я понимаю, что вы сейчас рассказали о родительском собрании, и смотря на вас, я уверена, оно прошло просто на лучшем уровне. Но ведь это не так, наверняка у вас были какие-то вопросы, которые родители вам задавали, эти вопросы перетекали в зону вашего комфорта, как человека, который отвечает за внедрение цифры. Какие вопросы были самые острые? Ну, так сразу сходу не скажу, но вот вопрос был по поводу, например, журналов, я уже озвучил, да, какой будет основной журнал, МЭО или все-таки наш, обязательно ли это для использования, на родителей мы тоже не довели, сказали, что мы внедряем, используем новые технологии для того, чтобы нам было легче работать и вам было легче работать. Вот так, чтобы прям какой-то острый вопрос, ключевой, страшный, на который тяжело ответить, пока не задали. Я думаю, они возникли, что они пишут. Когда я беру на себя роль мамы, скандалистки, сейчас я вам буду задавать провокационные вопросы. Я маму пришла, которая пришла на родительское собрание, и задаю вам вопрос. Максим Вячеславович, вот я мама, у моего ребенка, нет, давайте так, у моего ребенка все нормально со зрением, давайте так, у части детей в Российской Федерации проблемы со зрением. Вы что, хотите, чтобы у моего ребенка еще больше зрения испортилось? Самый острый вопрос. Как бы вы ответили на этот вопрос, потом мы, Олег Геннадьевич, зададим тот же самый вопрос. Блин, такой будет вопрос. Так, по поводу зрения, да. Ну, честно, как на родительском собрании бы не знаю, ответил, но сейчас сказал, что, ну, по САНПИНам есть нормы, по которым можно, да, работать за компьютером, нарушать их не нужно ни в коем случае, нужно делать перерывы и отдыхи. Также на самом информатике, на предмете мы изучаем и гимнастику специальную, да, для глаз, чтобы меньше проблем возникало. Ну, и если серьезная проблема существует, в связи с которой человек не может, учащийся не может работать за компьютером, это не проблема, значит, мы будем находить другой подход, значит, будем использовать другие методики. Без использования компьютера, ну, такие технологии существуют. Это все равно будут единичные случаи, это не массовые случаи. А учащимся нужно помогать всем. Ну, я бы с такой мамой, скорее всего, попросил ее остаться, и мы бы с ней побеседовали, как этот вопрос можно решить. Класс! Вот как для мамы я сейчас увидела индивидуализацию. То есть вы пытаетесь выйти на индивидуальную работу и решение каждой проблемы в частном порядке, в частном случае. Олег Геннадьевич, как бы вы ответили на этот вопрос? Да, ответ очень... Я попрошу остаться, Елена Леонидовна, да? Нет, Елена Леонидовна, сначала я вам поясню. При всех сначала я спрошу с вас знание закона вообще, в общем-то, о воспитании, касаемо того, знаете ли вы, сколько времени ваш ребенок проводит за телефоном, потому что точечно на собрании изначально, так как я знаю большую часть собраний, на которых я участвую, всех детей практически, они все через меня проходят. Поэтому однозначно это аудитория моя, это аудитория мне знакома. Это, конечно, можно, да, обязательно вывести, обязательно про СанПИН, это все, так скажем, мы говорим по букве законов. Мы это все, конечно же, проговорим, что есть СанПИН, у нас уроки на дистанте сейчас 30-минутные, паузы 20-минутные, но все же такой маме надо дать сразу, скажем так, отпор. Здесь, наверное, по принципу лучшая защита – это нападение, потому что если эта мама, задав вопрос, не получит ответ в лице всей аудитории, то на следующее собрание или через неделю классному руководителю будет выносить мозг другая мама этого класса, поняв, что на этот вопрос ответа-то для аудитории нет. Поэтому, во-первых, анализируем, сколько дети проводят времени за телефоном. Изначально, да, при случае нужно, без проблем запускаем опросник, любой вообще угол формы, WhatsApp, Viber, любая технология. Дети все честно и правдиво расскажут. А потом, в общем-то, мы даем ответ такой маме. Я вот так, наверное, бы среагировал на такой вопрос, на такую ситуацию. Ну, естественно, в рамках, в рамках все. Отлично. Максим Вячеславович, я помню, что я вам обещала, что мы с вами будем общаться в прямом эфире только 10 минут, но вы такой классный собеседник, такой интересный собеседник. Если у вас есть время и позволяет время, может быть, вы с нами останетесь до конца вебинара, и мы вот такой диалог будем с вами вести. Или если у вас не позволяет время, я вижу, что у вас там уроки, возможно, то тогда мы вас отпустим, но вы мне очень интересны в прямом эфире. Как? Могу поработать еще с вами. Спасибо большое. Спасибо. Олег Геннадьевич, вот продолжая ваш диалог, мы с вами уже, скажем так, я забыла, кто-то там матерые волки, да, есть такая пословица, да, или кто, какие звери там матерые, что вот... И волки сытые, и овцы целые, вы про это? Нет, кто-то матерый есть, но неважно. Смотрите, действительно, вы все правы, и индивидуализация очень важна для родителей, и очень важна позиция того, что стоит одному родителю попасть в провокационную какую-то ситуацию, ну, и мы можем с треском с вами провалить вообще всю цифровизацию. Честно вам скажу, я поддерживаю здесь Олег Геннадьевич, и всегда сдаю вопрос родителям. Хорошо, вот я рабочая мама, то есть я мама, которая ухожу на работу в 9 часов утра, и так как в Москве большие пробки, я возвращаюсь в 9 часов вечера. Что делает мой ребенок? Как я могу сконтролировать, во сколько он выполняет домашние задания? Потому что когда я прихожу домой, приходила домой, у меня ребенок всегда сидел за уроками. Я, как разъяренная мама, всегда говорил, «Господи, да сколько же вам задают уроков, что вы там целый день следите за какими-то вещами». Честно вам скажу, обратилась к своему провайдеру домашнему, что-то меня такое заподозрило, и я посмотрела, где он проводит весь этот свой день. И оказывается, после школы в 12 часов дня, там в 12, ну, скажем, там, может быть, там в 4, но в зависимости от дня недели, он не покидал интернет, то есть интернет все время работал. Мы можем посмотреть с вами список тех сайтов, которые ребенок посещал. И за уроки он садился ровно тогда, когда вставлялся ключ в замочную скважину. Ну, знаете, замок долго открывается, да, можно всегда обложить себя учебниками и создать вот эту картину. Честно, всегда рассказываю родителям это, и здесь нужно, опять же, сегодня многие коллеги знают, что я получала паспорт через госуслуги, и столкнулась с женщиной, которая не владеет айтишными вещами. Мы с вами, как учителя, должны понимать, что многие родители вам в пику поставят с учебником «мы учились». А вот вы заставляете наших детей учиться через другие какие-то там технологии и так далее, и так далее. Многие родители наших детей не знают, что такое цифры, они не понимают преимущества этой цифры. И последний тогда вопрос перед выступлением Олег Геннадьевича, он нам постарается рассказать, как они внедряли цифру в Сургутской технологической школе. Как бы вы ответили на вопрос мамы, которая говорит, зачем вы берете цифру, зачем вам это МЭО, зачем вам опять эти три буквы, эти эксперименты, когда есть стандартные учебники. Давайте так, начнем с Олега Геннадьевича, а Максим Вячеславович, а думает пока ответ, да, такой. Будем перебрасываться. Олег Геннадьевич, как вы смотрите на этот ответ? Ну, такие, да, вопросы возникают, скажем так правильно, вы говорите, это те мамы, которые времен динозавров, да, которые говорят, у меня книжка была, я все умела, все знала, сочинение писала, прекрасно училась, прекрасное образование получила, совершенно верно. Здесь однозначно надо уходить на то, что объяснять и пояснять, что ребенку, ну, сейчас современному ребенку, вот в мире вот этой, мы сейчас, так скажем, я бы даже так сказал, да, внедряем цифру, там, где она уже внедрена, скажем, с первого класса. Мы же детям ее внедряем, да, мы даже не детям, наверное, сейчас ее внедряем, мы ее родителям внедряем, и им пытаемся объяснить и доказать, что дети сейчас поглощены этим миром, миром IT, они в нем живут. Есть дети, которые уже могут сайты создавать на уровне шестого, седьмого класса. Есть дети уже в восьмом, девятом, десятом классе, которые имеют свои интернет-магазины, деньги зарабатывают. Не говоря уже о том, как вы правильно сказали, там, в магазин ходить не нужно, можно все это сделать через технологию, в паспортный стол ходить нужно, конечно, только для того, чтобы получить паспорт или, там, дать паспорт на прописку, все это тоже делается через технологии госуслуги. Здесь такое понятие многим родителям неизвестно, как таймбилдинг. И многие из них, почему, вот, одна из тем, как раз-таки у нас в этом году победительница по региону педагог года, маленький, который, как у нас, Беднадежда, да? Тема ее мастер-класса, мы вместе ее разрабатывали, это как раз-таки таймбилдинг. Почему нам постоянно не хватает времени? Да потому что мы не хотим вот эти технологии, в общем-то, постигать их, изучать, ими пользоваться, и тем самым, вместо того, чтобы пойти в огромный гипермаркет, отстоять какую-то очередь, походить по этим полкам, выбирать какой-то продукт, можно это доверить специально обученным людям, они все это сделают, ты в это время можешь отдохнуть дома, куда-то сходить в семье и так далее, и тому подобное. И как раз-таки переход детей в цифру, это нужно родителям донести, не ухудшение образования, контент не меняется. Если законы Ньютона были законами Ньютона, они ими останутся. Четвертый, пятый, шестой никто не придумал. Соответственно, да, как я обычно детям говорю, на информатике, ну-ка быстро, кто-то из матка мне приходит, они умные, и начинают улучшить. Нам технологии не нужны, мы физику учим профильно. Я говорю, ну хорошо, покажите мне какого-нибудь инженера сейчас, который не владеет технологии, IT-технологии, и что, вы сядете чертить ручной будете? Да кому вы нужны? Какому застройщику вы такой инженер нужны, который будет неделю чертить какой-то чертеж и проводить какой-то эксперимент годами, а потом только скажет, да, давайте, не подкреп, здесь можно построить, если есть экспертная система моделирования и так далее. Вот для чего нужна цифра. Цифра нужна, это как мета, предмет, я бы сказал. То есть это умение работать с информацией, с большим потоком информации, да. Я думаю, Максим Вячеславович, как бы сейчас в этом плане меня поддержит. У нас есть основные процессы работы с информацией, да, информационные процессы, и цифра, и вот эти технологии, и та же система МЭО, сейчас буду говорить, да, насколько она страшна, кажется, в первый раз учителям, что, где, какая-то библиотека, какое-то здесь личное сообщение, куда, как, какие-то занятия, какая-то матрица, плюсы, не плюсы, как это все делать, это пугает. Но разобравшись, в общем-то, и перейдя к какой-то другой платформе, не имеющей отношения к образованию, да, уже какие-то схожести технологий есть, уже ребенок может с этим работать, с этой информацией. Правильно ее найти, правильно ее отсортировать, отсесть в ней нужное, найти нужное. Вот я думаю, что в первую очередь, вот именно вот это объяснение, пояснение, и, по крайней мере, с этого мы идем с директором на родительских собраниях. Мы тоже очень часто и онлайн, и сейчас вроде как все-таки мы возвращаемся к вопросу добавления полностью всех родителей к детям в МЭО, чтобы они видели эти прогрессы, видели эту индивидуальную траекторию, что их ребенок делает, и понимали результат. И здесь еще, наверное, это отпечаток, это след, то есть, либо ребенок делал, либо ребенок не делал. И здесь уже никакую тетрадку соседки, подписанную твоей фамилией, ничего такого уже, как бы, в общем-то, можно, конечно. Вот они, маленькие хакеры, такие и появляются, которые могут поменяться там логинами, паролями, да, как они считают себя, где-нибудь там перехитрить, обмануть учителя и так далее, и так далее. Но, опять же, это плюс. Я не считаю, что за это нужно ругать. Это, опять же, плюс. Они умеют учиться, обходить где-то стороной какие-то такие острые моменты в тех же технологиях, в том же МЭО и так далее. Вот только лишь, я думаю, что это надо донести, объяснить родителям. Незамена, незамена образования. Смешанное обучение, дистанционное, это незамена, не теряется качество. Если ребенок замотивирован, замотивирован на получение качественного образования, многие дети, вы вот сейчас, наверное, Лена Леонидовна тоже подтвердите, как и ваш сын считает по разговорам нашим, что также у меня дочь говорит, на дистанционке я могу заниматься больше тем, что мне нужно. Я мне не нужно, там, допустим, как вот она сегодня приходит с очного режима, говорит, учитель биологии, дала нам задание ЕГЭ, дала задание ЕГЭ самостоятельно решать по их курсу, по девятому классу, в конце урока за пять минут вышла там куда-то и надо было, в лабораторию или куда, когда зашла одного из мальчиков, увидела, что он списывает. Сказала, все, всего класса не зачту, вы, значит, все списали, будете переписывать. Ну, где разум, где я как бы не столь как бы критично, да, но все-таки, если это сделать, индивидуализацию через то же самое МЭО, да зачем им в школе давать эту самостоятельную работу, чтобы они сидели и искали, где им списать. Пусть они дома садятся за поисковую систему, открывают задание МЭО с открытым ответом, где нужно давать пояснение, прикреплять какую-то модель, рисунок и так далее, и так далее, и так далее, разнообразно. И индивидуально каждый работает и берет столько, сколько ему нужно запоминает. Вот. Олег Иванович, у нас автор одного термина, который мы все используем в МЭО, он называет задание с открытым ответом, зо-ложки, он называет задание за 300. То есть все деньги, которые решают у него задание за 300, они у него отличники. Но он прав совершенно. Почти, почти. Задание за 300 невозможно найти в интернете, вы можете попробовать скопировать наши задания с открытым ответом в любую поисковую систему заложить. Мы не контролируем копирайт детей, то есть они могут копировать, ради бога. Если учесть такой навык в поисковой информации, здорово, классно, копируй, вставляй, ищи, только ты не найдешь ГТЗ. Потому что каждый год обновляются задания, и каждый год все время появляются новые и новые задания, невозможные. Мы благодарны нашим участникам мобильного и электронного образования, что они не выкладывают свои идеи тех или иных заданий. И, Максим Владимирович, тогда я вам задаю вопрос, тот же самый, как вы бы ответили на этот вопрос. Что выбрать, книгу или цифру? Дуква или цифра? Если говорить именно о родителях, если родители задают вопрос на родительском собрании, то здесь, на мой взгляд, нельзя дать ответ, который бы всех устроил. То есть, конечно, нужно и книги использовать, они не просто так печатаются, вся информация есть, и обязательно цифру. Олег Геннадьевич уже довольно подробно объяснил, почему все это должно работать. На мой взгляд, для того, чтобы у родителей не возникало таких вопросов, нужно как раз выставить системную работу с ними, показывать плюсы и результаты того, что мы используем. Ну, например, то, что мы используем электронный журнал сейчас, ни у одного родителя не возникает вопросов плюс. Они имеют прямую связь со мной, то есть, все вопросы задают мне прямо через электронный журнал сразу. Они видят сразу результаты отметок, и то есть, каждый родитель видит, что здесь одни сплошные плюсы. Точно так же нужно поступить из МЭЛа, то есть, нужно добиться каких-то положительных, позитивных результатов и их предоставить на тех же самых родительских собраниях. Тогда таких вопросов просто уже и возникать не будет. Ну, а если ситуация случилась, да, что родитель задает, вот у нас книга, зачем нам все это, я бы сказал, давайте подождем результатов, я вам их покажу, а тогда мы уже увидим, зачем нам все это было нужно. Честно, коллеги, у меня тоже есть свой ответ, потому что я присутствую на многих родительских собраниях, я очень часто сталкиваюсь с этим вопросом, не зря я вам задаю, а вдруг вы что-то мне такое ноу-хау откроете, вы открыли мне ноу-хау, потому что, ну, скажем, Максим Вячеславович идет всегда навстречу родителям, давайте мы с вами попробуем. Олег Геннадьевич уже из своего собственного опыта показывает реальные примеры того, что нужно делать. А я всегда говорю, коллеги, родители, уважаемые друзья, которые сегодня стоят перед проблемой цифровизации, почему мы с вами должны лишать одних детей развиваться с миром цифры за счет тех детей, которые хотят через своих родителей развиваться только с помощью бумаги. Учебник, как правило, у нас с вами действует 5 лет, крутится-вертится шар голубой в нашей системе образования, и, как правило, я очень четко показываю. Вот кодификатор по химии, уважаемые коллеги, вот вопрос, который появился вот только в этом году. Вот я вам открываю учебник, к сожалению, того материала, который есть в учебнике, и он не... учебник не может трансформироваться. Учебник нельзя быстро скорректировать. А вот как раз, если вдруг вы натыкаетесь на какие-то нюансы взаимодействия с цифрой, то можно обратиться в техническую службу. Вот Олег Геннадьевич, не даст соврать, он является и корректором, да, он является и тем человеком, который техническую службу пишет запросы, а здесь задание некорректно, а здесь у нас есть Михаил Юрьевич Гарус, который стал автором ОГЭ и ЕГЭ в мобильном электронном образовании, молодой парень, не знаю, по-моему, 27 лет, и он уже пишет, разрабатывает для нас, для мобильного электронного образования, КИМы ЕГЭ и ОГЭ по математике. А все начиналось с того, что он находил ошибки в системе, и быстро перед уроком эти ошибки мы исправляли на технической основе. Поэтому огромное, коллеги, вам спасибо большое за ваши, скажем так, ответы на мои неудобные вопросы, вредные мамашки, но здесь появились еще одни вопросы. Сегодня мы с Сергеем созванивались, это Сергей Валерьевич, по-моему, из 4-й школы. Спасибо ему огромное за то, что он позвонил перед вебинаром и задал пумни целых вопросов. Вот первый вебинар, первый вопрос, который он задает уже в чате, он пишет, вы говорили, что с МЭО нельзя работать с телефонов, но дети говорят, что у них получается зайти в МЭО с сотового телефона. Люди, мы такого не говорили. Елена Леонидовна, я вам сейчас прям покажу свой телефон, я захожу в мобильное и электронное образование, не знаю, видно, не видно, вот он, чат мобильного и электронного образования, я провожу все свое время только со смартфоном, а теперь мы давайте будем говорить. Новые санпины предполагают использование гаджетов с определенной диагональю. Если вы эти параметры нарушаете в системе образования, чем еще педагогическое сообщество отличается от родительского сообщества, мы с вами делаем зарядочку для глаз в 11 классе, когда смотрим на интерактивную досточку, и родители смотрят сериальчик, не знаю, там какой-нибудь сериальчик со своими детьми выходные 8 часов подряд, и что-то они про зарядочку не вспоминают. Мы с вами отличаемся тем, что мы знаем нормы санпин и используем эти нормы санпин, а родители, к сожалению, не знают. Поэтому, конечно же, МЭО можно, как любой ресурс, рассматривать через мобильные устройства, через любые гаджеты. Это сильная сторона мобильного и электронного образования. Для учителей я проверяю домашнее задание, пока в нутро еду с рабочего места, с основного рабочего мобильного и электронного образования, еду домой, я проверяю окружайку, окружающий мир, я проверяю литературное чтение, то, что мне дети набросали. Очень быстро, очень оперативно наговариваем обратную связь. Поэтому, можно использовать. Коллеги, поддерживаете меня? Это я правильно сейчас отвечаю на этот вопрос? Олег Геннадьевич? Использую можно, можно читать. Да, сама навигация, по-моему, чуть в телефоне неудобно. Масштабирование, по-моему, в веб-версии не идет, как положено в телефоне. Полосы прокрутки надо, насколько я помню. Там просто, знаете, нужно в адресной строке есть такие буковки А большая и А маленькая. Нажать на них и уменьшить размер страницы. Я сам не пробовал, терпеть не могу вообще. Наверное, все-таки я тоже из разряда мамонтов, Лена Леонидовна. Динозавров. Макс динозавров, да. Мамонтов и А. Не так длинные, как динозавры. Хорошо. Все-таки мне неудобно. Я начинаю испытывать дискомфорт именно для зрения. Именно вот все маленькое мне надо ноутбук. Желательно вообще это персонально. И еще размер мужского пальца, он не совсем попадает в клавиши и вам еще и это дискомфортно. Но у нас у женщин вроде пальчики поменьше, у детей еще поменьше. Им удобно. Ну, то есть это возможно, это можно, но на самом деле давайте будем чтить санпин. Еще. В новых санпинах есть информация о размере. Игорь Мальцев пишет. Спасибо большое, Игорь Львович. Вот мы вчера с ним это все обсуждали и он ответил на мой вопрос. Огромное спасибо ему за это. Итак, еще Сергей Валерьевич задавал вопросы. Санпина обсудили. Что каждый из вас использует в качестве армоучителя? То есть вот на сегодняшний момент, я знаю, Сургутская технологическая школа. Олег Геннадьевич, пожалуйста, выложите в чат Свердловской области вот ту экскурсию, которую вы проводили для методистов по вашему технологическому лицею. Это, конечно, вообще потрясает все фантазии. У них там даже есть космолет или что там с космосом связано. Планетарий. А планетарий, то есть там все хорошо с оборудованием. Максим Вячеславович, подскажите, пожалуйста, как рабочие места учителей у вас обеспечены? Чем, какой техникой? Ну, в данный момент у нас все кабинеты учебные имеют компьютер, проектор и доску. Не всегда интерактивную, то есть интерактивных не так много, но доску имеют. То есть как минимум показывать свою работу, да, это возможно. Также у нас оборудованы кабинеты информатики, ну, их тоже можно использовать. То есть и во второй половине дня, допустим, задание выполнять, есть такой у нас план в дальнейшем. И, в принципе, техника есть у нас достаточно. Мы с Сергеем Валерьевичем вышли вот на какой уровень, да. У нас даже появился с Красноярной, я почему смотрю, у меня просто тут видишь ежедневники и есть вопросы в этой ситуации. Значит, мы с ним обговаривали вот эту ситуацию. Проблема. Проблема перед школой. У ребенка нет интернета, у ребенка нет возможности использовать дома гаджеты. Таких семей у нас с вами предостаточное количество. И я сегодня хотела к нам на эфир пригласить педагога, который уже внедряет цифру достаточно давно в Красноярском крае, но по стечению некоторых обстоятельств она не смогла выйти без ежедневника к нашему с вами, к нашей с вами встрече. Вот Красноярский край после марафона, который мы провели для Красноярского края, они вдруг вышли на классную идею цифровая продленка. То есть обеспечивание работы одного-двух кабинетов информатики, ребенок приходит в течение дня, записывается в этот кабинет, высаживается цифровой тьютер или это педагог, который можно оплачивать продленку под вторую смену, ребенок записывается, учитель подключает мобильное и электронное образование, компьютеры все развернуты лицом к учителю и учитель контролирует в принципе ситуацию, что ребенок да, действительно сидит в МЭО и что-то там делает. Коллеги, дорогие мои, как у вас в школе решается вопрос с теми, у кого нет гаджетов и у кого нет возможности выходить? Только, знаете, давайте так, коротко, буквально 1-2 минуты на ответ, потому что я знаю, что у Олега Геннадьевич есть готовые, готовая рецептура как внедрять мобильное и электронное образование подвисляющее презентацию. Ну, тот вариант, который вы рассказали, вот он очень интересен, да, и мы рассматриваем вопрос, чтобы поступать аналогичным образом. На данный момент у нас таких учащихся немного, и мы им предоставляли школьную технику, а конкретно ноутбуки, то есть они писали заявление, мы это все регистрировали, и им во временное пользование давали устройство. Но вариант вот как раз вот с этой компьютерной проблёнкой, это, на мой взгляд, очень интересно, и можно было бы так использовать. Отлично. Олег Геннадьевич, я знаю, что у вас в Сургуте проблема немножко более мягкая, чем, скажем, в Центральной России, то есть уровень зарплаты немножечко повыше, чем у обычного среднестатистического россиянина, и многие родители могут себе позволить гаджеты, но я не верю, что у всех есть 100% эти гаджеты и снабжены они отличным интернетом. Как вы решаете эту проблему? Нет, нет, конечно, не 100% из 2800, в прошлый апрель-май, когда мы все-все-все-все ушли на удалёнку, мы раздали 220 ноутбуков. Мы раздали 220 ноутбуков по домам, это подавляющее большинство того, что у нас есть, в общем-то, и проблема все равно до конца не решилась, здесь все-таки вторая составляющая это подключение к интернету. Нашлись такие проблемные личности, в общем-то, знаете, там, наверное, даже проблема была не в подключении, там платит, что я, что директор, предлагали подключить абсолютно на телефоне за наш счёт любой пакет, который будет раздавать на ноутбук, научить это делать и так далее, там внутренние проблемы родителей в том, что они жили, живут в жилье, которое под снос, они не хотят этого делать, доказав то, что действительно в жилье невозможно, то есть, вот такие вот проблемы личные даже некоторые родители пытаются решить из-за проблем вот таких глобальных, которые случаются у нас в образовании, которые мы стараемся решать. Поэтому с такими детьми в апрель-май мы поступали следующим образом, эти суперумные под хэштегом яжмать женщины, по-другому я никак не могу сказать, именно такой хэштег они всегда пишут, я думаю, во всех комментариях, вот в общем-то они приходили утром ранечка, на вахте забирали папочку с заданиями, а после уроков они эту папочку приносили с сделанными решениями, буквально две недельки их вылечило, и они прям хэштег просто яжмать поменяли на яжсупермать, и все, вот, именно, именно вот такие вот радикальные меры помогали, наверное, все-таки не вот именно вот это... это не радикальные меры, это мягкая работа с родителями, у родителя есть выбор, да, ты можешь прийти надеть масочку, у тебя есть папочка, там есть все задания, ради Бога, это право выбора любого ребенка, в моем окружении сейчас есть одна семья, в которой 17 детей, папа у них священник, наша замечательная церковь, в которую ходит весь город Еманжелинск, он говорит, Лен, я не буду своим детям давать гаджеты, они не будут знать, что такое интернет, до момента их совершеннолетия, это его право выбора, это вот такой устой семьи, и понятно, он заходил в школу, брал на всех детей домашнее задание, вот днем пандемии, когда это было как раз, апрель-май, либо классный руководитель, либо дежурный учитель заходил домой, либо те, кто хотел идти в церковь помолиться, там я пошел свечку ставить, дайте мне домашнее задание для всей этой семьи, это решение проблемы, ну без проблем, но самое главное, нужно понимать, что МЭО упрощает взаимодействие учителя и ученика, учитель получает материал, который ему нужно искать, время, находить, огромное пространство, перелопачивать, ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, попробуй это все учесть, новые темы сочинения, вот сейчас мы с вами, по-моему, 10 февраля стартует темы для собеседования, да, опять же, это поиск, это трата времени, это мы с вами опять должны высадить учителей русского языка и литературы, чтобы найти лазейки, а какие темы будут, а в МЭО уже-то есть все, боковое меню открываем, 8-9 класс, ищем значочки, подготовка к устному собеседованию, и все, и учитель только с помощью одного ресурса закрывает целый путь своих проблем. Коллеги, огромное вам спасибо. Максим Вячеславович, вы поразили меня, просто в профессиональном плане, я предлагаю, Олег Геннадьевич, рассмотреть нам целую серию вебинаров, Максим Вячеславович будет нам приходить с вами в гости, и уже проводите совместные вебинары, потому что, ну, надо использовать, надо вот этот арсенал использовать. Сергей Валерьевич, если у вас нет больше вопросов, здорово, если у вас есть вопросы, вы сейчас их пишите в прямом эфире, я предлагаю подключить Олега Геннадьевича, и он нам прям постарается, ну, скажем так, не знаю, насколько он рассчитывал свое выступление, но время уже... Мне понравился вебинар, я не знаю, как вы, а я просто вообще вот в таком диком восторге, классно пообщались, многие проблемы обсудили, но у Олега Геннадьевича есть прям целая секретная комната, как действовать в той или иной ситуации. Предлагаю вам присоединиться, послушать, вы пишите в чате вопросы. Максим Вячеславович, если вдруг вы в чате увидите вопросы, на которые вы можете ответить, помогайте мне, исправляйте ситуацию и подключайтесь к нашему обсудению. Олег Геннадьевич, вам слово. Спасибо, Лена Леонидовна. Трансляцию видно, да? Рабочий столовой, презентацию. Лена Леонидовна, подключилась уже быстро. Отлично. Отлично. Видно, все прекрасно. Мне не нравится чуть-чуть тот момент, что не загрузилась презентация, и тем самым, коллеги, да, такой есть момент при трансляции рабочего стола, себя вы не видите, да? Я не буду очень долго, наверное, говорить. Многие вещи, вот действительно, в таком диалоге мы сейчас обсудили вместе, да, с Максимом Вячеславовичем. Те вопросы, которые задавала Лена Леонидовна, она действительно является родителем, действительно при организации работы, также я являюсь родителем двух детей, и начальной школы ребенок, и ребенок выпускного девятого класса, и организовывая свою работу, организовывая работу с коллегами, вообще постановка вот этих проблемных вопросов, в первую очередь, наверное, я задаю вопрос сам себе, как учитель, как родителю, да, будет ли это удобно, будет ли это комфортно, будет ли это результативно, нужно ли вообще это делать, да. Итак, очень кратко я постараюсь сейчас рассказать вам, коллеги, о том, как у нас начиналось это в нашей школе, как мы решали все эти вопросы, соответственно, мы с МЭО начали работать в 2019-2020 учебном году, соответственно, впервые мы подключились к МЭО, но вот позиция нашего директора, как и, в общем, и моя позиция, мы не стали подключать по одному, по два класса экспериментально, мы подключали сразу всю школу. Именно в этом году у нас произошло объединение двух школ, 38-й и 13-й, мы находились на одной территории географической, и администрация наша, в общем-то, решила нас объединить в одну большую школу, как в Сургутскую технологическую. Вот, у нас 2800 обучающихся, по классам комплекта мне скажу, у нас есть классы с адаптированными программами практически на каждой параллели, то есть фронт работы очень большой, разного уровня вообще обучающихся. Есть и профильные классы, и импотехи, и физмат, и социально-экономический профиль. В общем, в нашей школе есть все, наряду с тем, что у нас есть свои кванториумы, технопарк, планетарии, то есть оборудование очень высокотехнологичное, которое мы постепенно внедряем в учебный процесс, и его изучаем, да. Ну, в общем-то, начало, коллеги, как все начиналось, после объединения нашей школы была поставлена задача руководителям написать абсолютно новую, соответствующую современным требованиям, в том числе и законом, и федеральным государственным образовательным стандартом, программу развития. И программа развития, она реализовывается в нескольких направлениях. Эти направления, они предложены в виде проектов, и один из проектов «Вперед в будущее», в общем-то, возглавил я, был и разработчиком, естественно, мы не делали это по одному, мы работали в группах практически, да, целый год до объединения, до того, как стартовал 2019-2020 учебный год, конец года, да, мы знаем, чем нам обернулся четвертой четверть полного карантина из-за пандемии коронавируса. Итак, в рамках этого проекта «Вперед в будущее» были поставлены цели обновить содержание технологии организации образовательной деятельности именно в условиях высокотехнологичной, зонированной образовательной среды школы. Были поставлены задачи проработать программы в соответствии с требованиями ФГОС, мы здесь дали задачи все-таки программа рабочая, программа корректируется уже эти задачи немножко я подкорректировал к отчету этого года, второй год. Работают, конечно же, поставленные показатели мы достигаем. Внедрить цифровые инструменты, включить их в информационную среду школы, такая была основная задача, выделяю ее вот как жирной. Ну и, конечно, обеспечить возможность повышения уровня компетенции педагогов в области использования этих технологий, ну и также технологичного оборудования. Стал вопрос, что будет основой этой цифровой образовательной среды, какую систему мы выберем на рынке. Как вы все знаете, да, есть несколько предложений, многие учителя уже были на тот момент знакомы с образовательной системой Я-класс, Учиру и другие образовательные системы, да, не менее известные, но все они давали, скажем так, какие-то крупицы, которые очень сложно, используя их все, было собрать в одно единое целое. Где-то один элемент был подходящий, где-то другой элемент. И, в общем-то, вот оно, мобильно-электронное образование. Мы подключились к нему тестово, изначально проанализировали все, что там было, нам дали демо-доступы с полным доступом ко всем абсолютно библиотекам в чате буквально, да, был сегодня такой вопрос, помнится мне. Все это решается через техподдержку, через представителей МЭО, в том числе, Лен Леонид, на такой вопрос может решить, Ромиш Аминьевич, где, в общем-то, может получить учитель, заинтересованный в этом полный доступ, все проанализировать, посмотреть все, что там есть. Ну и, в общем-то, вот они все составляющие мобильного электронного образования. Мы все это проанализировали, посмотрели и решили, что для решения поставленных задач в рамках реализации нашей программы развития это будет прекрасный, прекрасное решение, да, то есть выбор мобильного электронного образования. Директор заключил договор с компанией МЭО, и вот у нас уже на начало 2019 года все пароли на руках, вся база создана, все туда добавлены, я как администратор там не участвую в этом процессе, завеститель директора по ИКТ, является администратором данной системы, ну и в общем-то раздаются пароли на густовском совмещании в начале 2019-2020 года раздаются пароли и учителя отпускаются, как вот сегодня говорил Максим Леонид Мячеславович, в какое свободное плавание по МЭО, познакомьтесь, познакомьтесь, посмотрите, коллеги, все, что там есть, выберите для себя что-то подходящее, мы ведь заплатили за это деньги, учащиеся полностью бесплатно этим пользуются, ну и конечно же, наверное, большая часть учителей отнеслась к этому, как, ну есть и есть, все, что-то, что-то приходит к нам, что-то приходит, немножко есть, кто-то попользовался, а потом уходит, потом взамен приходит что-то другое и так далее, и так далее, да, я на тот момент преподавал три предмета, физику, математику, информатику, это очень сложно, когда в день по 10 уроков и бывает, что все три предмета пересекаются, переключаться, как-то упрощать свою работу, конечно же, хотелось автоматизировать ее, находить какие-то новые подходы, в общем-то, да, чтобы, конечно же, на тот момент у меня стояла задача облегчить труд себе и в то же время не потерять качество обучения, да, именно, чтобы дети все-таки получали, несмотря на мою загруженность, тот объем материала, который они должны получать по цене у него стандарта. я, конечно же, вник в эту систему, начал ее использовать, опробовал технологию того же перевернутого класса, когда именно давал занятия моим детям, проработать их дома, поработать с рабочей тетрадью, рабочая тетрадь, которая идет в самом содержании интернет-урока, она не оценивается, больно, она просто, на нее ставятся галочки, учитель в матрице у себя в итоговой странице видит галочки, что эти задания выполнены, соответственно, а на уроке, уже основываясь на пройденном материале детьми дома, прочитанного учебника, параграфа, здесь, как мы и говорили в первой части нашего вебинара, альтернатива, можно почитать параграф, но если это законы Ньютона классической механики, то они и в моем законе Ньютона классической механики, они никак не меняются. Если это информационный процесс или создание баз данных в информатике, то они в контенте Мэо точно так же выглядят. Сложным было, конечно, для меня знакомство вообще изначально с самой системой, то есть, нужно было для себя как-то в голове разбить все на составляющие. Вот она, библиотека курсов, в ней доступны учителю все курсы, которые он преподает, если дополнительно ничего не просили у администратора подключить. У ученика все курсы, не учебники, коллеги, вот здесь все-таки, да, я оговорюсь, потому что многие противились именно этому. Первая проблема, туда учителя заходили, брали оглавление своего учебника, открывали оглавление курса в Мэо, этого предмета, и говорили, это не подходит, это не по нашему учебнику. Хотя вот начальная школа проанализировала все гораздо лучше и увидела, что те же самые темы, просто они названы немножко по-другому, например, в окружающем мире, нету ни совпадения оглавления, не говорит о том, что нет тем, которые должны быть реализованы, да, решаются те задачи, которые поставлены в этом курсе. Все это есть. Мобильно-электронное образование, не раз мы проводили вебинар по разным предметам, именно в соответствии контента мобильного электронного образования, требований к Федеральному государственному образовательному стандарту, действительно, соответствует все. Но не совпадает с учебником, по которым работаете вы, но это ведь не проблема, то есть для этого, вот как раз-таки в одной из задач, да, по реализации вперед в будущее, была поставлена задача для педагогов проработать свои КТП с учетом МЭО, это было требование обязательное, в общем-то, по научно-технической работе, именно отвечающей за программы рабочие, которые издают учителя и КТП, контролируя этот вопрос, вопрос этот был решен, немногими, но был решен, и многие учителя проработали и прямо у себя в КТП добавляли такую колоночку, где эта тема реализуется, в каком занятии, в каком интернет-уроке в МЭО, многие даже проработали все задания, также находили ошибки, также мы сообщали техническую поддержку, как Елена Леонидовна сказала о Михаиле Гаруси, да, и вот таким образом работа пошла, да, работа пошла у меня, у еще некоторых учителей, которые тоже заинтересовались, и таким образом мы прошагали до декабря месяца, да, то есть 80% вот того, что можно использовать, не использовалось, и только лишь процентов на 20 использовалось в МЭО, да, некоторые классы, в которых работал я, другие учителя, но не вся школа, хотя доступ был у всех, ну, и тут, наверное, все-таки, исходя из слов Ричарда Генри Дана, тот, кто обучает, должен всегда продолжать учиться сам, я инициировал, так как в декабре месяце познакомился на очной встрече с Леной Леонидной Тележинской, с ней поговорил, она мне, в общем-то, разложила полочком при работе с МЭО, мне стало все вообще прозрачно, понятно, как это делать, на тот момент я уже мог пользоваться МЭО, я пришел к выводу, что нужно привлекать и обучать учителей, и именно на собственной инициативе я обратился в техподдержку, попросил мне дать права администратора, конечно же, согласовал это все с нашим директором, в общем, ну, конечно, сказать, я не подвинул заместителя директора по ИКТ в сторону, с ее, опять же, тоже согласие, так как она занимается Элжуром, тоже непростая административная работа и различными отчетами по ИКТ, их тоже огромное количество обычно отправляет нам запросы в департаменте, МЭЦ и так далее, и вот, в общем-то, права администрирования МЭО перешли в мои руки, после этого я начал проводить тренинги с учителями по метод объединениям, в общем-то, в актовом зале я выставил столы, на них поставил ноутбуки по скорости интернета, сколько можно было, проводил очные встречи, это было январь, февраль, март месяц прошлого года, и все-таки, наверное, это какое-то чутье сработало, это было все не зря, это было все не зря, потому что в конце третьей четверти нам объявляют о пандемии, нам объявляют о полном дистанте, и я с полной уверенностью сказал директору, что многие учителя, которые пришли ко мне на тренинг, они готовы, они смогут, они будут это делать, но проблемой тогда, наверное, было аппаратное обеспечение, именно то, в том плане, что сервер, на котором мы работали, к которому мы относились, он находился в географическом территории Москва, поэтому скорость подключения была слабая, и мы его просто не выдерживаем, Мирополис не выдерживал наш Сургут, когда мы купили лицензию на город, сколько-то, не помню, количество подключений, он рухнул, в принципе, по России, когда мы все вышли там на онлайн из Сургута, такая проблема тоже была, ну и мы пользовались Мео именно как офлайн, режим работы офлайн, то есть проводили на других платформах ребятам уроки онлайн, домашние задания, разбор задач, уже давали на Мео, что, в общем-то, было таким разносторонним, кто-то выполнял, как уже было сказано, из учебника фотографировал, отправлял и так далее, проблема, конечно, была, проблема была в том, что платформ было огромное количество, не знаю, коллеги, как в ваших школах, у нас здесь, как говорится, кто на что гораст, это были и такие мессенджеры, как вайберы, ватсапы, контакты и так далее, и так далее, кто-то в дискорде, кто-то в борде на Бигблюбатане, очень много сервисов, лично купил лицензию на Мирополисе, работал в Мирополисе, меня это очень устраивалось в два месяца, и у родителей вызывало это огромное недовольство. На большое количество писем приходилось отвечать, с кем-то созваниваться, кому-то объяснять, почему ребенок в течение пяти-шести уроков должен просто как-то умудряться переключаться между, в общем-то, различными платформами. Понимаем, нагрузка идет очень большая на интернет, на любой провайдер, неважно, скажем так, из них можно посчитать в городе Сургуте в около восьми-девяти провайдерах, предоставляющих связь с интернет, в общем-то, нагрузка шла, было это тяжело делать, недовольств было очень много. Но, все же учителя на тот момент у нас были готовы, они уже работали, и статистика очень резко возросла, то есть каждый раз в апреле, в мае, каждую неделю я запрашивал у техподдержки статистику, просматривал, увеличилось количество активных учителей, которые заходят более двух-трех раз, соответственно, в мае в день, увеличилось количество заданных заданий, проверенных заданий, и, в общем-то, об этом я говорил на Устовской конференции у нас в Сургуте, что, наверное, этим качество удержалось, да, потому что, все-таки, была альтернатива выполнения заданий у детей, не просто посадили всех на тройки, скажем так, да, что у ребенка была огромная возможность воспользоваться помощью взрослых родителей, поиском сети интернет и так далее. В заданиях с открытым ответом все-таки нужно работать самостоятельно, находить ответ, рассуждать, объяснять и так далее. Вот, ну, а в заданиях это уже, конечно, отдельная история по предметам. Ну, и вот таким вот образом такая схемка выстроилась по внедрению МЭО именно в нашей школе в 19-20 учебный год. статистику я не стал показывать сегодня, за прошлый год, я думаю, она и неинтересна данной аудитории, ну, в общем, она возросла и большая часть педагогов, добавленных к МЭО, на тот момент их было 140, вообще у нас 170, но учителей технологии, физкультуры, музыки не было в МЭО. Познакомились, самостоятельно пробовали изучать, в общем-то, в январе-феврале я начал проводить мастер-классы, начали более активно использовать, постоянно шло сопровождение для ребят, для учителей, для родителей, создавались онлайн-встречи по 50, по 100 человек, соответственно, на Борде, на Мерополисе, видеоинструкции, и в апреле-май, в общем-то, мы активно уже пользовались МЭО в период пандемии, когда шло дистанционное обучение. В этом году уже у нас стопроцентно по данным заместителя курирующего образовательной программы все учителя проработали образовательной программы с учетом того, что в общем-то пометили они, где и какая тема реализуется в МЭО. Здесь очень важно обговорить тот момент, что, соответственно, как правильно детям задавать задания. То есть, есть урок, есть содержание урока, в уроке есть задания, это рабочие тетради, тренинги, есть итоговая страница, в итоговой странице у нас могут быть задания с открытым ответом, мы можем назначить ДЗ, там есть проверь себя, маленький тест на закрепление, который оценивается автоматически, ключевой вопрос и задание к занятию целиком. Вот пять составляющих итоговой страницы, в которых четко эти аббревиатуры нужно донести детям и при, когда мы задаем задание, четко проговаривать, что они должны делать, чтобы не возникало каких-то у них проблем с навигацией. Ну и по составляющим. Библиотека курса, предмет, в предмете есть занятие, внутри занятия есть интернет-уроки. То есть, когда уже задаем, допустим, я прописываю, так как тоже есть интеграция с электронным журналом с нашей ГИС-образованием Югры, системой, платформой, мы прямо задаем оттуда, делаем ссылки на МЭО, так как интегрирована полностью система, и ребята могут оттуда перейти. Кто не может, там четко прописывается в домашнем задании. Допустим, занятие там 5, интернет-урок 2, выполнить, проверь себя и ДЗ. Или там, если галочкой вы назначаете задание с открытым ответом, они выделяются жирным, итогово-эстманите у ребенка. Ну и как повторюсь, еще раз в этом году мы зашли, в общем, в образовательный, вошли в образовательный процесс с полностью проработанными календарно-тематическими планами в соответствии с мобильным и электронным образованием, мы были готовы ко всему, в общем-то, к любой сложившейся ситуации. Сервер перенесен, протестирована в августе система МЭО, я привлек учеников, 5 классов, чтобы мы одновременно подключились к конференциям на сервисе BigBlueButton, Батом, которые встроены в МЭО. Все прекрасно заработало. И буквально мы сразу, пойдя сразу, опять же, мы начали организовать встречи с учителями и говорить им о том, что мы будем отказываться от разнообразных кто на что гораздо, как говорится, платформ, кто Google Meet, кто еще там что-то. Мы работаем двумя платформами. Это МЭО, так как в ней есть все для коммуникации и личные сообщения, групповые можно создать, чаты, конференции. Если что-то происходит какое-то зависание на МЭО, какая-то работа проводится на сервере, альтернатива это Zoom. Все, точка. Все вопросы, недовольства родителей сразу отходят в сторонку. Ребенок, когда у него шесть уроков на МЭО, он зашел с утра в систему в условиях дистанционки, если он полностью весь день находится на онлайне. Все, и он просто по порядку подключается по очереди к конференциям, созданным учителями по предметам. Все прекрасно, все здорово. Опыт пошел. Кроме этого, в общем-то, Александр Михайлович предложил нашей школе директору, в частности, в составе заместителей директора, также и меня, как администратора МЭО, вступить в такую программу, стать площадкой по внедрению федерального государственного образования стандарта основа общего образования. Вот, прекрасно мы вступили, прекрасно у нас отучились учителя именно по внедрению в условиях именно таких, с использованием цифровой среды МЭО, и мы прошли и готовы опять же делиться этим опытом, разработали, команда разработала у нас портрет выпускника, все требования, которые предъявляют современных выпускников, но это уже, как говорится, отдельная история. Параллельно с этим дальше наш опыт мы решили передать, в общем-то, городу Сургуту, и мной была инициирована, так как являюсь по городу возглавляя творческую группу именно по работе дистанционной, по реализации программ в период дистанционного обучения, была организована форсайт-сессия, проведено 8 вебинаров, вебинары проводились мной, как модератором и учителями нашей школы, в общем-то, по различным предметам. Именно как проводить урок современный с использованием МЭО, различными технологиями, как пользоваться, используя МЭО, в том числе, перевернутый класс, как работать с одаренными детьми с использованием МЭО, как работать с инклюзией, даже коллеги, которые у нас занимаются профподготовкой, профориентацией, тоже нашли для себя много интересного в МЭО и также используют, в общем-то, МЭО при работе с ребятами именно в этом направлении. Учителя технологий, учителя физкультуры, учителя музыки все были добавлены в МЭО, только с той целью, наверное, что им открывается инструмент личные сообщения и конференции, им не нужно уже ничего другого изучать и придумывать, и давать детям какие-то ссылки, и точно так же они начинают работать на МЭО. В этом году у нас старшие классы на дистант не уходили, уходила средняя параллель и вот, как я уже сказал, во времена актировки, когда морозы сильные, начальная школа находится тоже у нас на дистанционном обучении. Буквально всю вторую четверть у нас на дистанционном обучении находились пятые, шестые, седьмые, восьмые классы, четыре параллели, это по 10 классов, 40 классов, практически все, я бы сказал, 90% работали на платформе МЭО, у всех все прекрасно получалось. Ну, нельзя сказать, конечно, что нет никаких проблем, учителя поняли, учителя увидели, что это удобно, во-первых, это идентификация детей, уже в отличие от Зума, другой любой системы, в бесплатном режиме, дети не заходят по непонятным именам, не возникает такого вопроса, что их потом учитель не пускает, родители начинают звонить, они все заходят по своему логину и паролю, если они меняют фамилию и имя, то учитель тут же это видит, сообщает мне, к администратору, я тут же могу увидеть, что это за ребенок, поменять ему назад и написать сообщение, предупреждающее, что я это делать нельзя, это система для обучения, не для того, чтобы там размещать различные аватары и менять имя и фамилию. Все, все эти проблемы сразу же исчезают, работа налажена, работа продолжается. Поделились этим опытом с городом Сургутом, не только с городом Сургутом, также команда учителей, как их называют, учителя-новаторы, они транслируют свой опыт вместе со мной по регионам Российской Федерации, мы делились опытом с Нижегородской областью, с Красноярским краем, выступали на цифровой неделе, представляли мобильное образование на цифровой неделе ХМАО, в общем-то с Ураем поделились опытом, да, это в нашем регионе, и готовы делиться, в общем-то, вот такими наработками, такими вебинарами именно с использованием МЭО с любым регионом Российской Федерации и, конечно же, со Свердловской областью по желанию. Вот так вот проходили наши прямые эфиры, конечно же, все коллеги, в том числе и начальной школы, среднее звено, вот вы видите, Наталью Алексеевну у меня на одном из скриншотов как раз-таки темой ее была организация пропорционной работы с применением электронного обучения и станционных образовательных технологий, конечно, разного была МЭО, начальная школа, математика, подготовка, ГИА разного уровня, да, это ИОГ, ЕГЭ, все это можно было делать при помощи МЭО, все мы это делали и сейчас даже не встает вопроса у нашего директора, будем ли мы на следующий год продлевать договор с мобильным электронным образованием, я думаю, что однозначно мы будем это делать, потому что, коллеги, альтернативы пока не нашлось, нет системы, которая дает, в общем-то, соцспектор услуг, который дает мобильное электронное образование и конференции, и коммуникации в виде сообщений, и контент, ну, а если чего-то не хватает, сейчас очень активно один из учителей технологий, Виталий Валевич, который также представлял свой опыт на различных уровнях с использованием МЭО, и он находил связи межпредметные в других предметах, то, что ему нужно было реализовать технологии, и вплоть серьезно сейчас он задумывается о том, чтобы разработать курс по технологии и как-то его предложить внедрить мобильное электронное образование, чтобы он появился, да, вот такие вот, в общем, такая работа проделана с МЭО. Мы пока очень довольны и своей работой, довольны тем, что у нас получилось, довольны тем, что мы сможем этим поделиться. Все, Лена Леонидовна, я закончил, думаю, кратко, уложился? Олег Геннадьевич, великолепное выступление, у меня, как обычно, я разрядился, бегала быстро, заряжала его, спасибо большое. Вообще, конечно же, внедрение чего бы то ни было с нуля, это достаточно провокационная ситуация, пугающая ситуация, у нас, наверное, меня не только мужчины поймут в эфире, но поймут, наверное, девочки в эфире, в первую очередь, они даже, когда мы с вами меняем стиль прически, одежды, к этому тоже нужно привыкнуть. И все, что касается цифровизации, конечно же, это сегодня глобальная проблема, которая тоже требует некоторых движений со стороны, с позиции администрации учителей. Олег Геннадьевич, был сегодня еще вопрос, связанный с учебниками и с УМК, вы как раз задели эту тему, очень-очень интересно, календарно-тематическое планирование, как с ним работать и так далее, и так далее, в рамках эдитонов, марафонов, катонов, каких только мероприятий мы не решали эту проблему. Скажите, пожалуйста, вот в нашей школе МЭО сегодня существует наряду с бумажными учебниками или вы отказались от них? Нет, от бумажных учебников мы не отказывались, скорее всего, да, наряду, наряду существует, все-таки есть моменты, немножко, которые идут в разрез, скажем так, иногда тот язык, который в учебнике, то есть здесь будет зависеть от учителя, насколько, да, вот я, допустим, смотрю даже по физике, некоторые темы, ну, немножко иным языком, иными терминами, другие определения, в плане того, что более расширено может это встретиться в МЭО. поэтому все-таки основа, за основу, конечно же, нужно брать параграф, нужно брать параграф, то, на что мы опираемся для большинства, да, то есть в любом случае в классе мы при работе в классе очной опираемся на большинство, то, что доступно всем, учебник доступен всем, МЭО, скажем таки, уже расширяет кругозор именно вот в той или иной предметной области. Спасибо большое, я поделюсь своим собственным опытом, как Олег Геннадьевич уже знает, я всегда представляю самым ленивым педагогом Российской Федерации, я не использую бумажные учебники вообще в своем арсенале, мы экономим деньги, мы на те деньги, которые можно купить учебники, вы знаете, что по 44-му ФСЗ мы можем с вами на эти деньги приобретать иные устройства, это могут быть планшеты, это могут быть какие-то ноутбуки, компьютеры, это может быть какая-то оргтехника, в которую будут встроены электронные формы учебников. И, скажем так, например, Белгородская область, алгоритм успеха, Челябинская область, мы давно сидим уже и работаем с электронными формами учебников, это Лекта, и этот вопрос как раз был тоже от Сергея Валерьевича, мы с ним обсуждали, коллеги, если вам интересны контакты компании Лекта, если у вас есть какие-то вопросы связанные с приобретением оборудования, без проблем тоже можете написать нам в чате Свердловской области, дадим вам контакты с Рамиль Шамильчем, а он уже вас свяжет с компанией Лекта, но научит вам, что говорить в компании Лекта, чтобы у вас были потрясающие, хорошие, нормальные скидки на это оборудование. И причем здесь тоже нужно понимать, ребенок учится в 11 классе, стоит ли приобретать планшет с кучей электронных учебников, это только на один год, либо это ребенок идет в 1-2 класс, и ты приобретаешь планшет с тем, что ты 11 лет идешь, и у тебя обновляются эти учебники лета. Здесь тоже нужно понимать разумность и рациональность приобретения разной техники, здесь вы можете абсолютно идти в разных плоскостях взаимодействовать и с родителями, и с администрацией и так далее. И еще, коллеги, вот Олег Геннадьч очень интересно, на мой взгляд, он очень интересно, презентабельно рассказывает о том, как он внедряет мобильное электронное образование. Нужно понимать, что в серию наших вебинаров ведут не только методисты от компании мобильное электронное образование, самое главное, практикующие педагоги, которые работают с этой системой. Вы все знаете, что у нас есть с вами в чате таблица на Google ресурсы, где вы можете посмотреть семинары, вебинары от наших практиков, и здесь у меня возникает вопрос. Екатеринбург, это сейчас к вам обращаюсь, если у вас есть желание очно встретиться с Олегом Геннадьевичем. Мы с вами обсуждали при личных встречах, что такой приезд с нашего специалиста возможен. Мы с вами обсуждали этот приезд в январе, в сентябре, у меня же начало года, сентябрь должен пройти, начало года у любого учителя в сентябре начинается. Если вдруг у вас есть желание, чтобы Олег Геннадьевич приехал к вам, в вашу школу, поработал с вашими педагогами, прокачал, давайте будем использовать этот термин, ваших педагогов. У всех педагогов Светлов и Екатеринбурга должны быть логины и пароли уже на руках. Компания МЭО выполнила все обязательства перед вами и мы можем организовать вам эту очную встречу. Напишите, пожалуйста, нам в чате здесь сейчас, давайте так, поставим плюсики, если вас это интересует и обсудим эти все очные поездки Олега Геннадьевича на нашей с вами группе в Екатеринбурге. Такое возможно, не поверите, мы с Олегом Геннадьевичем это обсуждали. Он сказал, Елена Леонидовна, я за, я поеду, я хочу, мне это интересно, я даже отпуск возьму. Представляете, то есть педагог готов взять отпуск, чтобы приехать к вам, прокачать ваших педагогов, зарядить их вот этим позитивным настроем и возможно показать возможности ресурсов в мобильной электронной обезоне. Ничего не понимаю, чат молчит, давайте так, если интересует, поставьте плюс, если не интересует, поставьте знак ну а мы с вами заканчиваем наш эфир. Вот Сергей пишет, Сергей, как раз вот Сергей Валерьевич, который задавал вопрос, Сергей Валерьевич, отлично, возвращаемся в наш чат Свердловской области, там будем это все обсуждать. И Олег Геннадьевич, спасибо большое за последний эфир, это был бомбический эфир, последний эфир в этом месяце и до новых встреч, до новых эфиров и мы с вами хотели бы обозначить как раз взаимодействие на следующий день. Следующая неделя у нас с вами опять четверг, встреча уже педагогов в прямом эфире, здесь нам нужно с вами выйти как раз на какой-то результат. Либо Олег Геннадьевич прилетает в Екатеринбург, работает с каждой школой по отдельности, это может быть два дня, например, вы работаете, высаживаете только учителя начальных классов, во второй день вы работаете только с учителями средней и старшего звена. Это может быть один день, когда мы показываем целиком у полосы, что такое МЭО для учителей всей школы. Напишите нам в чате Свердловской области, мы с вами выстроим наше взаимодействие. Если вам по каким-то причинам сейчас неудобен приезд Олега Геннадьевича, напишите обязательно каждая школа в чате, в каком формате вы видите дальнейшее наше взаимодействие. Либо это будет, как я назвала, рыбный день от МЭО, четверг, всегда был четверг рыбный день. Будет такая рыбная, рыбный четверг в прямом эфире, мы будем приглашать для вас специалистов, вы уже будете подключать своих учителей, и ваши учителя будут что-то узнавать новое, что-то пробовать, что-то экспериментировать. В общем, до новых встреч в нашем чате. Олег Геннадьевич, низкий поклон, огромное-огромное спасибо. Если вдруг нас еще слушает Максим, то ему тоже огромный поклон, спасибо большое. Мне кажется, наш эфир удался. Олег Геннадьевич, вам слово. Да, спасибо большое, Лена Леонидовна. Конечно, друзья, когда есть настрой, когда на самом деле вот эта позитивная нотка, от этого многое, наверное, зависит. Я вот все-таки хоть Елена Леонидовна тоже всегда вспоминает наше знакомство в прошлом декабре в нашем университете, в 19-м году, в декабре, получается, наша первая встреча. Было много представителей тогда, что-то тоже типа цифровой недели какой-то, да, было, я не помню. В общем, конец декабря, коллеги, где-то 25-й или 26-й декабря уроки проводить, ой, как неохота уже, в общем-то. И тут заместитель говорит, надо вот сходить там какому-то количеству педагогов. Англичане, как всегда, обманули всех, они сказали, что мы пойдем, уроки им сняли, они не пошли. Я думаю, а, мне нужно было в университете, так как в этом же университете, в этом корпусе, в общем-то, моя кафедра, на которой заканчивал магистратуру, съезжу, думаю, как раз и там надо какие-то вопросы решить. Послушаю там вот этих вот людей, которые приедут сюда продавать, там что-то рекламировать. как бы так вот на тот момент, мое восприятие. И тут Елена Леонидовна. В общем, сначала в зале все, а потом мы расходимся по аудиториям, и я ее понимаю, что я просто достаю. Я уже как бы на тот момент уже чего-то знаю, она вот тут все рассказывает, тема вебинара от буквы к цифре, что-то, что-то такое. Я сел рядышком специально, не видя эту интерактивную доску, мне главное вот ее видеть, и видеть реакцию аудитории. Как это все происходит, мне было интересно. И вот этот позитив, по-моему, в конце вебинара я остался с ней по беседке. Я думаю, мне сказали, ты вообще что приперст? Тебе что надо было вообще с действием? Столько вопросов. Ну и вот отсюда, коллеги, мы начали работать, стартанули. Многие секреты она начала мне рассказывать, чего-то я сам находил. Как потом выясняли на вебинарах, Елена Леонидовна сказала, что я какие-то находил секреты, которые тоже рассказывал. Тем самым и результаты, конечно же, коллеги, мы работаем на качество, на результат. По детям это видно, детям нравится, дети довольны, они в любое время могут зайти и выполнить, как уже было сказано, с любого гаджета абсолютно. Конечно, комфортнее это делать с компьютера, но это поколение, это поколение цифры, поэтому какие-то трудности, которые для меня, что в телефоне нет нужного для меня масштабирования, они, в общем-то, на это не обращают внимания, потому что по играм они уже к этому привыкли, что этот виртуальный мир, он маленький, он в маленьких размерах, тоже это одно, один из моментов, восприятие, о котором тоже можно говорить. Поэтому большое спасибо за приглашение, Леонид Ивановна, Эфир из Гердовской области. Я с удовольствием, конечно же, поеду и поделюсь тем, чем есть по своим предметам, сто процентов, но началку, там историю русские, придется технологию чуть-чуть подучить, чтобы, как говорится, быть на коне в этом плане. Ну, а технические, технические дисциплины... Олег Геннадьевич, здесь вы можете спокойны быть, в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, вот с теми школами, с которыми мы с вами работаем, совершенно потрясающие, уникальные педагоги, я с ними общалась за кадром, они вас методологией научат на раз-два. Вы просто им приедьте и покажите, на какие кнопочки нажимать. Ну, а я с вами прощаюсь по одной простой причине. Зная, что гаджет сегодня приносит нам с вами пользу, пришла сегодня поменять свой паспорт, так как у меня вчера был юбилей 45 лет, за 8 минут заполнила свою анкету на госуслугам, через 3 минуты пришло сообщение «Оплатите», и ровно через полчаса меня пригласили за тем, чтобы получить паспорт. Олег Геннадьевич, я побежала за новым паспортом. Вот что такое цифра, и этот пример я точно везде теперь буду приводить в качестве аргумента для наших родителей. Используйте цифровые технологии, а самое главное, мотивируйте детей их применять, потому что они вам помогут в 45 лет точно получить новый паспорт за полчаса. Коллеги, спасибо большое всем за эфир. Всего доброго. Надеюсь, мы улыбнули вас в конце рабочего дня. Олег Геннадьевич, я на созвоне. Спасибо большое. Всем до свидания, коллеги.